Социологические опросы для молдавских политиков стали обычным инструментом манипуляции и сведения счетов со своими политическими оппонентами. Придворные конторы по соцопросам уже стали обязательной атрибутикой правящих партий. И как только что-то идет не так в их рейтингах, тут же появляются косметические соцопросы, призванные подправить их подпорченное политическое лицо и репутацию. Игорь Дадон в этой предвыборной кампании решил использовать соцопросы не только для своего политического ботокса, но и значительно припустить своего же коллегу по левому блоку Владимира Воронина. Видимо, что-то в этом блоке двух президентов, как ласково он стал называть блок ПКРМ-ПСРМ, идет не так. В своем недавнем опубликованном опросе компания Айдата, известная своей аффилированностью к ПСРМ, владелец этой компании, родной брат депутата-социалиста из ближнего окружения Игоря Дадона, в разделе «Политиков с самым высоким уровнем доверия», дал следующие цифры. Так, согласно представленным данным, главе государства Майсанду доверяет 31% населения. На втором месте лидер ПСРМ Игорь Дадон пользуется доверием у 23% населения. Далее следует Илан Шор с рейтингом доверия в 4%, Ренату Усатой – 3% и Владимир Воронин – 2%. Возникает вопрос, почему список блока ПКРМ-ПСРМ возглавляет именно лидер ПКРМ Владимир Воронин с рейтингом в 2%, а не Игорь Дадон с рейтингом, как утверждает Айдата, в практически 24%? И почему вся предвыборная кампания блока двух президентов построена на ностальгии по воронинским временам, при которых у Игоря Дадона была должность не второго или даже третьего лица в государстве, а лишь зама Зинаиды Гречаной? Так называемым достижением и политическим победам бывшего президента Игоря Дадона и партии социалистов, о которых он нам вещал из всех экранов телевизоров, даже не нашлось места в этой предвыборной кампании. Молчок я о ряде законов, принятых на ночном конвейере в парламенте большинством ПСРМ-шор, об отмене закона миллиарда, статусе русского языка, о баснословных пенсиях и зарплатах, предназначенных именно для предвыборной кампании социалистов. Получается, что эти ночные бдения были лишь популистским ходом и никакой прибавки к рейтингу ПСРМ не дали. Далее цифры еще интереснее. В разделе «Какие партии пройдут в парламент», согласно опросу Айдата, 39% выбрали ПДС, 33% — блок коммунистов и социалистов, партии Шор пользуются поддержкой 10%. Остальные формирования не преодолевают избирательный порог. Настоящий рейтинг ПКРМ в этом опросе неизвестен, но если рейтинг самого лидера 2%, то и рейтинг партии коммунистов, получается, далеко не ушел. 33% для блока двух президентов — это как минимум 33 мандата в парламенте, а при распределении процентов непрошедших избирательных порог партий — 35-36 мандатов. Так как и Воронин и Дадон заявили, что после выборов блок прекратит свое существование и обе партии создадут свои фракции, согласно цифрам опроса партия одного президента получает примерно 11-12 мандатов, а партия другого президента получит 24 мандата. Это как раз та цифра, с которой вошел в парламент в 2014 году Игорь Дадон, после чего Влад Плохотнюк успешно разбил для него партию коммунистов, которая не прошла в этом году в парламент. Вот и вся математика успеха на левом фронте Игоря Дадона, опять у того же разбитого корыта. Из самой большой в стране партии за последние два года, из самого популярного президента, как убеждал всех Дадон, ПСРМ вернулась к подаренным им Плохотнюком 20 мандатам, а сам Дадон лишь вторым в списке двух президентов. Впрочем, и сам блок так называемого спасения страны не что иное, как циничная чистейшая политическая математика. Объединились для спасения страны, а будут ее якобы спасать каждый в отдельной от друг друга фракции. И что же станет с их общей программой по спасению страны? Программа одна, а фракции две. В таком случае, в чем логика общего блока левых сил? Кто кого протаскивает в парламент и главное, зачем? В политике из вынужденного объединения политические выгоды получает лишь один игрок, второй лишь спасает свои позиции. Да и старые обиды и многочисленные взаимные оскорбления и предательства двух команд двух президентов никуда не делись, а лишь ждут своего времени. Да и список можно изменить согласно закону за три недели до выборов. Вот и решил опытный шахматист Дадон чуть припустить своих партнеров по блоку цифрами опроса, чтобы не оказаться в парламенте на скамейке запасных, как оказался Адриан Канду, отправленный туда Плохотнюком для следующей игры.